Естественно, духовно развитый человек будет развиваться в душе, но духовно развитый человек. Я устал от спекуляции, кто Бог, и все люди шугают этим Богом, ты должен там то делать, ты должен, ты должен жертвовать, ты должен молиться, ты должен поститься, ты должен 14 дней лежать на полу, понимаешь? Самые развитые люди заняли все ключевые посты, и общество используется для их интереса. Почему? Потому что они как раз духовно не развиты, хотя интеллектуально, профессионально очень, да, развиты. А церковь духовно развита и ничего? Это крайная церковь. Что он сказал? И обрабатывайте землю. Правильно. А люди полезли на небеса обрабатывать небо. Они вот здесь, я сильно большую проблему вижу старшего поколения, когда они готовы порвать отношения с ребенком ради имиджа в церкви. Бог, 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 слушай, уже в голове звон уже стоит, понимаешь? А в жизни нифига не сделан. Должна ли церковь поощрять всестороннее развитие личности? На протяжении веков официальная религия, опасаясь угрозы на свое влияние, находилась в противостоянии науке и рациональному подходу к жизни, утверждая, что нужно лишь верить, а не рассуждать. Труд великого ученого Николая Коперника, положившего начало первой научной революции, был запрещен. А Галилей Галилео стал жертвой инквизиционного процесса. В некоторых движениях современного христианства отказ от благ цивилизации рассматривается как признак духовности, а изоляция от общества – необходимые условия для избежания мирского влияния. На области политики, спорта, культуры и другие наложено церковное табу. Избегаются профессиональное развитие и участие в социальной жизни. Каковы последствия подобного мировоззрения? Истинное духовное созидание церкви? Или поколение, оказавшееся неподготовленным к жизни и служению в современном обществе?